Если вы профессиональная швея, то мой совет сначала выпить какой-нибудь валерьянки или пустырника, прежде чем смотреть следующее видео. В этом видео я показываю, как я сшила платье. Я не профессиональная швея. Все делаю по ходу, учусь, спрашиваю у мамы, либо у знакомых профессиональных швей. Поэтому, возможно, что-то я делаю не так. Но, тем не менее, у меня что-то получается. И небольшой спойлер. В конце я покажу, что примерно за год с небольшим у меня получилось шить одежду для себя. Ну, погнали! Выкройку я купила на сайте. Специально по шитью распечатала большим полотном. И затем нужно было вырезать все запчасти. Все детали, чтобы ничего не потерялось. Вот так вот все это получилось у меня. Раскладка. И затем, прикрепив все детали на ткань, я стала обводить специальным мелком. И, кстати, сразу скажу, что рисовать по ткани простым карандашом, это было неверным решением. Затем я вырезала все детали аккуратно. Ну и так как у меня нету кроечного стола, я все делаю на полу. Теперь нужно было сметать все на черновую примерку. Я всегда так делаю, когда шью, чтобы посмотреть, все ли хорошо сидит. Вот так получилось. Примерить решила сразу с ремнем, с которым буду носить. Следующий шаг. Нужно было обверложить все края. Какие-то детали нужно было проклеить дублерином. После оберложивания, так как это трикотаж, нужно было прогладить все детали. И теперь можно начинать сшивать все. Сначала рукава. Затем пришить накладные карманы. Впервые в жизни, кстати, пришивала такие карманы и боялась, получится или нет. Ну, как вы видите, вроде получилось. Когда все было сшито детали, нужно было стянуть горловину, чтобы там получились небольшие сборки. А теперь, внимание, небольшое дефиле. Юбка и кофта синего трикотажа, сшитые в декабре и январе. Летние брюки с жилеткой и футболка с авторской росписью. Ну, конечно же, платье, которое получилось с карманами. И тоже такое легкое платье с карманами из трикотажа. И льняное платье по старорусской выкройке. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok